Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос, который вы задаете. Подскажите, пожалуйста, как отличить ситуацию, когда надо терпеть, а когда уходить без оглядки. В частности, в работе есть проект, который уже нет сил терпеть, ни по нагрузке, ни из-за хронической нехватки денег. Но до окончания осталось меньше года, не знаю, как поступить, особых перспектив после окончания на работе не вижу. Есть вероятность, что потом буду шелечь, что чуть-чуть не дотерпела, дала слабину, испугалась трудностей. Если на другой работе не случится, как хочется, пока другую работу не искала, пока отсюда не уволилась. Это просто нереально на собеседование ходить. Основная трудность заключается не в нагрузке, а в отсутствии денег о том, что работаю в паре со своим бывшим. Мне ему помочь хочется, в то же время меня не отпустило, смущалось и обида, и ревность к его невесте, и чувство, что я проиграл этой женщине, и она его у меня отбила. Не отпускать. Ну, здесь у вас, конечно, такое ощущение, да, что одно с другим намешано, то есть, в смысле того, что начали вроде про одно, но теперь в конце уже пишите про другое, да, начали про работу говорить, а закончили, собственно говоря, взаимодействием с своим бывшим. Вот. То есть, нужно определить для начала, какую проблему вы хотите решить. Понимаете, как бы есть противоречия. Вы вроде бы в своей первой части сообщения пишете про то, что есть проект, который нет сил терпеть ни по нагрузке, ни из-за хронической нехватки денег. Вот. То есть, я не очень понял смысл этого предложения, да, то есть, из-за нехватки денег или нет, и по нагрузке. Вот. Но дальше вы пишите, что дело не в этом. Поэтому это надо прояснить. Мне кажется, что если человек и терпит, то человек терпит ради чего-то. Вот. Дело в том, что вам, судя по всему, терпеть, если есть ради чего, да, то вы терпите только ради призрачной такой надежды на то, что ваш бывший будет с вами. Это единственное, единственное, что поможет вас сейчас мотивировать, мотивировать на то, чтобы остаться, ну, оставаться в этом месте. Вот. Поскольку надежда призрачная, то, соответственно, не окупается, вы постоянно спалкиваетесь с неприятными ощущениями. В итоге ничего хорошего из этого не получается. То есть, человек может терпеть, когда есть ради чего, ради чего терпите вы. Потому что боитесь пожалеть. Страх пожалеть проистекает из страха ошибки. Что, в свою очередь, происходит от требования к себе. Именно требования к себе не ошибаться. Я не имею права ошибиться. Вот. Высокое требование к себе. Есть результат саниженной самооценки. Я не чувствую своей ценности. Отсюда, в общем-то, происходит то, что вы говорите про своего молодого человека. Что вы проиграли другой женщине, хотя отношение это не игра. Что она у вас, эээ, молодого человека отбила. То есть, это выдаёт некоторую незрелость, вашу незрелость. Незрелость, ваша здесь личностная, является результатом как раз-таки заниженной самооценки. Когда достаточно серьёзные вещи вами расцениваются как способ, эээ, ну, самоутвердиться. Как способ, эээ, доказать что-то, эээ, себе и, эээ, другим. Вот. И, по итогу, вы оказываетесь вот в таком состоянии. Эээ, да, как вам уже сказал мой, эээ, коллега, Кудрышёв Игорь Леонидович, что травмы расставания имеют смысл прожить, потому что чувства, которые у вас есть, они нуждаются в проживании, нуждаются в том, чтобы вы их, ну, чтобы вы их прожили. Вот. Имеет смысл работать и с личной ответственностью. Вот. То есть сейчас у вас есть вот эта вот проблема, да, эээ, которая заключается в том, что, эээ, ну, как бы, личной ответственности вы, вот я бы сказал, что не очень, эээ, владеете, то есть вы боитесь принять какое-то решение, вы боитесь, там, эээ, как-то поступить, эээ, вы боитесь ошибиться, ну, боитесь ошибки, то есть. Вот. Это тоже на вас, на вас может влиять. Именно по причине, эээ, ну, того, что вы себя занижаете и занимаете свои, свои ценности. Вот. Ну, на мой взгляд, у вас имеет место быть еще и, эээ, страх принятия решений. Вот. То есть вы как будто бы целенаправленно, да, избегаете принятия решений. Вот. Ну, точнее, откладывайте, откладывайте принятие решений. Вот. Я бы так сказал. Эээ, сейчас, эээ, с точки зрения психологии и психотерапии, эээ, психотерапии. Вот. Кроме того, вы довольно плохо прислушиваетесь к себе, совершенно очевидно, потому что, эээ, даже вот свой вопрос, который вы задаете, вы его формируете так, да, вот. Когда нужно говорить его терпеть, когда, эээ, там, ну, грубо говоря, нужно уходить. Вот. То есть это про что? Это про то, что, эээ, сама я как поступать не знаю. Вот. Эээ, ну, сама я не уверена в том, как поступать мне. Вот. Поэтому я хочу, чтоб мне другие люди сказали, как поступать. Вот. Задачей, эээ, значит, психолога здесь может быть как раз таки, эээ, научение вас, научение, научение вас прислушиваться к себе. Вот. Научение вас, эээ, ну, замечать то, что он, эээ, то, что для вас важно и то, что для вас, эээ, ценно. Вот. То есть в этом направлении работать. Вот как-то так, я думаю, можно ответить вам на вопрос, на ваш. На этом всё, буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать над собой работу. Эээ, желаю вам самого доброго всего, удачи, обращайтесь за помощью, вам она пригодится.